Человек-легенда, человек с большой буквы. В выставочном зале Дворца культуры Арктика открылась выставка, посвященная памяти Василия Петровича Самойлова. Участники войны голосами своих потомков. В Нинском краеведческом музее прошла патриотическая акция «Ожившие письма». Глава региона Александр Цибульский поздравил ветеранов и детей Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов участников и инвалидов войны на торжественном вечере, посвященном Дню Победы. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Великой Победы, в Наринмаре будет ограничено движение автотранспорта. Об этом информирует централизованный стройзаказчик. На время проведения праздничных мероприятий, которые состоятся на площади Марацейн, запрет на движение всех транспортных средств будет действовать на улице Ваучейского от улицы Тыковылка до улицы Ленина с 8 до 16.00. Еще одно ограничение на центральных дорогах будет действовать с 14 до 16.00. В связи с шествием Бессмертного полка перекрытие установят от пересечения улиц Ваучейского и Сопрыгина до перекрестка Ваучейского-Ленина. Автобусы в это время будут доезжать только до площади Ленина. В целом, во время торжественных мероприятий 9 мая автобусные маршруты вместо улицы Ваучейского будут проходить по параллельной ей улице Первомайская за ходом к площади Ленина. В столице региона прошел торжественный вечер, посвященный Дню Победы. Участие в нем приняли более 300 человек – ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла и вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной. С поздравлениями и словами благодарности к гостям вечера обратился глава региона Александр Цибульский, подчеркнув, что День Победы, по его убеждению, главный праздник страны. Мне очень приятно, что сегодня мы традиционно собрались здесь и можем сказать вам, людям, которые принимали непосредственное участие в победе нашего народа в этой Великой войне, а это и нашим глубокоуважаемым ветеранам, которые, конечно, на передовой отстаивали интересы нашей Родины, и всем остальным присутствующим здесь, кто своим трудом в ТУ на самом деле ковал победу. Мне очень приятно, что сейчас мы можем в очередной раз сказать вам за это огромное спасибо, глубочайшему уважению посмотреть вам в глаза и сказать, что это ваш праздник. Мы всегда будем это помнить и сделаем все, чтобы молодое поколение, которое чуть дальше уже от этих событий, тем не менее, всегда помнили о том, что в истории страны есть святые праздники, святые даты, которые никогда не должны уходить в историю. Сегодня в Нейнском округе проживает четверо фронтовиков – Иван Кузьмин, Игнатий Марков, Прокопий Торопов, Ангелина Тарасова и две жительницы округа в годы войны, оказавшиеся в блокадном Ленинграде – Валентина Дерягина и Валентина Коткина. Накануне Дня Победы глава региона поздравил их лично, навестив каждого. Кроме того, в регионе живут 159 тружеников тыла, 26 вдох участников и инвалидов Великой Отечественной войны и более 1300 детей войны. Человек с большой буквы. В выставочном зале Дворца культуры Арктика открылась выставка, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного педагога России Василия Петровича Самойлова. Он ушел от нас 2 января 2018 года на 93-м году жизни. Солдат, краевед, педагог, общественник, писатель. Василий Петрович Самойлов был крайне разносторонним человеком. На выставке, посвященной его памяти, представлены редкие фото, документы, личные вещи, медали, а также картины, написанные ветераном войны. В выставке представлены его фотографии из архива, из семейного архива, из моего архива, из архива его близких, родных. Ну и вещи, те самые вещи, по которым мы помним Василия Петровича. Это его и фотографии родословные, это его одежда, в которую он любил ходить к детям на мероприятия и просто ходил. Это его вещи, которые были всегда у него на письменном столе. Это его коллекция оружия, которой он тоже увлекался в последнее время. Это его как раз картины, которые он рисовал, тоже увлекался уже после 80 лет, он это увлечение себе нашел. Также на открытии выставки прозвучали стихи и песни ветерана. Все они наполнены воспоминаниями о тяжелых днях войны. В архиве нашего телеканала сохранилось последнее выступление Василия Самойлова на праздновании Дня Победы 9 мая 2017 года. Тот самый длинный год в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Она такой вдавила свет и столько на землю положила, прошло уже более 70 лет, а живым не верится в стражины. Василия Самойлова считают человеком-легендой. Его жизнелюбие, оптимизм и активность поражали. Он жил полной и насыщенной жизнью. Занимался танцами, писал мемуары, много встречался с молодежью. Был постоянным участником мероприятий военно-патриотической направленности. Василий Петрович – это вообще великий человек. Он приходил к нам не один раз в школу. И это человек энергичный, который вечно пытался нам рассказать, поведать, что мы живем в мирном мире, и что у нас чистое небо над головой, и не летают вражеские самолеты, которые могут разбомбить нас. Василий Петрович – человек-легенда, человек с большой буквы, которого все стремятся подражать. Это человек, которому я пытаюсь подражать. Всю свою жизнь Василий Петрович посвятил родному Ненецкому округу. В армию его призвали со второго курса на Ренмарского педагогического училища. В августе 1945-го после демобилизации Василий Петрович вернулся на родину. Получил педагогическое образование и учительствовал в школах Ненецкого округа. Его педагогический стаж – около 50 лет. Всю свою жизнь он посвятил как раз воспитанию молодежи, воспитанию нас. Василий Петрович – это первый почетный гражданин заповедного района. Зная его, наверное, больше 10 лет, всегда удивлялся его энергией. Не знаю, кто из ребят знаком с ним лично, но пешком он не ходил никогда. Сгусток энергии, который до самых последних дней посвящал себя историей, посвящал себя детям, посвящал себя учительству. Василий Петрович был не только отличным педагогом и общественником, но и любящим отцом и дедом. Вспоминаю его как замечательного человека, требовательного, справедливого, интеллигентного джентльмена. Я очень его любила, до конца его жизни обращалась к нему на «вы», и он останется в моем сердце самым близким для меня человеком. За участие в войне Василий Самойлов был награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени. Сердце ветерана перестало биться 2 января 2018 года на 93-м году жизни. Выставка, посвященная памяти выдающегося жителя Ниньского округа, будет открыта до 30 мая. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Фронтовые письма, написанные нашими солдатами, более 70 лет назад оживили их потомки. В преддверии 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Нинском краеведческом музее прошла одноименная патриотическая акция, посвященная судьбам наших земляков, ставших на защиту Родины в годы войны. Письма солдат, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, бережно хранят их потомки. Но в канун Великого праздника Победы их перечитывают вслух. Дети вспоминают своих отцов, внуки, дедов, правнуки, прадедов. Письма все очень интересные. Письма размышления, письма наподствия, письма прощания. И они, как ни странно, но эти чувства понятны и нашим современникам, и взрослым, и детям. Даже на репетиции дети, когда эти письма читали, они как-то по-особому воспринимают эту особенность момента. И эти чтения они фиксируют в памяти особенность праздника, особенность праздника Дня Победы. Патриотическая акция «Ожившие письма с фронта» в Нинском краеведческом музее проходит во второй раз. В этом году в лекционном зале музея звучали 23 письма 13 фронтовиков из Нинницкого округа и других городов России, чьи родственники в настоящее время проживают в регионе. Жители поселка Искатели чествовали ветеранов и отмечали заслуги всех, кто внес свой вклад в победу у памятника орудия Победы танк Т-34. В митинге приняли участие порядка 150 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, представители государственных и муниципальных органов власти, жители рабочего поселка, трудовые и детские коллективы. Полина Семеновна Политыкина вспоминает 9 мая 1945 года со слезами на глазах. Ей было всего 7 лет, когда в маленькой украинской деревне стало известно, что война закончилась. Это такой праздник, что нельзя передать. Я помню 9 мая, как в деревне на Украине вдруг братик говорит, о, что-то смотрите, наш почтарь, он едет на велосипеде, он пришел с войны без ноги и почту возил, на велосипеде сам крутил. И костылем машет и кричит, когда, скажем, он перемога, перемога. Все в селе выскочили, а что женщины и дети, все плакали, обнимались, перемога. Потому что такая радость, такая счастье. Победа в Великой Отечественной войне – это не только заслуга всего населения страны, но и боевой техники, которую создавали ведущие советские инженеры. Один из них – танк Т-34. В поселке Искателей это первый и единственный монумент, посвященный Великой Отечественной войне, который был открыт к 70-летию Победы. Почтить память Повших в той войне к памятнику пришли более 150 человек. Это самый главный праздник в нашей семье, потому что у меня оба деда воевали. Один дед на Брянщине погиб в партизанском отряде, один пришел отсюда, северный дед вернулся, Коткин Иван Сергеевич. Уже после войны в 1946 году был ранен. Для меня, значит, праздник – День Победы, когда начало войны произошло в 1941-го, а закончилось в 1945-го. Все радовались, что победили, все обнимались, целовались, даже плакали от того, что наши войска трудились, но упорным трудом вознаграждения были появлены. И мы выиграли фашистов. Я считаю, что это один из главных праздников, потому что наши деды, прадеды, ну вообще все вертираны, они очень достойные, сильные люди. Они прошли через это ради того, чтобы будущее поколение смогли жить спокойно. Вот именно поэтому, мне кажется, каждое 9 мая нужно проводить, так сказать, на широкую ногу, чтобы запомнить этот день. В мероприятии приняли участие представители администрации Ненецкого автономного округа, собрания депутатов, руководителей Заполярного района, поселка Искателей и общественных организаций. Сегодня не слышны орудийные залпы, и танк этот навсегда замер на постаменте. Низкий поклон солдатам и офицерам, бойцам народного ополчения, труженикам тыла, всем тем, кто не щадя своей жизни подарил нам эту победу. С праздником вас, дорогие товарищи, с Днем Победы! Сегодня с нами, конечно же, здесь дорогие ветераны. И рядом с ними наша молодежь. И сегодня самая главная наша задача сберечь, сохранить и защитить память о Великой Отечественной войне. Давайте будем достойны этой памяти и еще раз поклонимся героям Великой Отечественной. С праздником! С Днем Победы, дорогие друзья! После торжественного митинга состоялось возложение цветов к подножию памятника. Александр Литкова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Цветы сегодня возложили к памятнику трудовому подвигу жителей Ненинского округа в годы Великой Отечественной войны самолет капитана Тарасова. Дань памяти отдали сотрудники Главного управления МЧС России по Ненинскому округу. Перед возложением венков участники мероприятия почтили память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины минутой молчания. В церемонии возложения принял участие начальник Главного управления МЧС России по Ненинскому округу Виктор Ивкин. Уважаемые ветераны и труженики тыла, немного вас осталось, к сожалению, но хочется поздравить вас с праздником, с Днем Победы. Пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба, чтобы дети радовали, внуки. Накануне Дня Победы над фашистской Германией в 24 странах мира прошел диктант Победы. Главными организаторами выступили партия «Единая Россия» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В Нарьинмаре было организовано три площадки. На написание у каждого участника 45 минут, за которые необходимо ответить на 20 разнообразных по содержанию вопросов. Здесь и битвы, и личности, и искусство в годы Великой Отечественной войны. Соблюдение инструктажа строжайшее, буквально по системе единого государственного экзамена. На самом деле подход очень серьезный, то есть вопросы были получены буквально в запечатанном конверте, буквально сегодня в 11.00, вскрыты были здесь при всех участниках, я сам принял участие. Акция очень полезная, очень интересная, даже для тех, если кто-то не очень хорошо напишет этот тест, этот тест – это отличный повод подновить свои знания. Все-таки это наша обязанность сохранить историю и не дать переврать тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Организаторами было разработано несколько вариантов теста. Для разных часовых поясов на территории нашей страны и для других государств. В первую очередь, я думаю, это направлено как раз на молодое поколение, для того, чтобы у них и интерес появился к нашей истории, и чтобы они не забывали о той великой победе, о той огромной цене, которую мы за нее заплатили. Кто более-менее изучал историю, кто даже смотрит наши те еще советские фильмы, тот, в принципе, может ответить на этот тест. Но достаточно интересный, разноплановый. Целями этой акции организаторы поставили привлечение широкой общественности к изучению истории подвига народа в борьбе за мир, а также возможность участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны. Вот если вы видели, да, то я закончил этот тест самый последний, очень углубленно вчитывался, пытался ответить, ну и все-таки ответил на все вопросы, надеюсь, с оценкой хорошо. Вот такое предложение к организаторам почаще проводить, привлекать молодежь, в первую очередь, наше подрастающее поколение, ну и всячески популяризировать такие мероприятия. Результаты диктанта опубликуют 12 июня, а участников, показавших наиболее высокий уровень исторической грамотности, поощряют памятными подарками от организаторов. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Всероссийская акция «Урок Победы. Бессмертный полк» прошла сегодня в 4-й городской школе для учеников 2-х классов. Акция, организованная Общероссийским народным фронтом, призвана познакомить ребят с героями Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В акции участвуют порядка 580 школ из 82 регионов. В Нинском округе «Урок Победы. Бессмертный полк» провел сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта Андрей Попов. Он рассказал о своем прадедушке Василии Ивановиче Никитцине, который участвовал в Великой Отечественной войне и вернулся на родину живым. Василий Никитцин был награжден Орденом Мужества и Орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. Наша история обязательно должна быть. Дети должны знать свою историю. Если мы знаем историю, мы сохраняем и живем правильно. Они должны знать свою историю. Историю каждой семьи. Если знать историю своей семьи, будешь знать историю России. Если будешь знать историю России, будешь приверженцем России. В ходе урока школьники тоже поделились знаниями о героях Великой Отечественной войны, которые в их семьях передаются из поколения в поколение. Война была очень жестокая. То, что воевали там дети еще. И еще то, что там... У меня двое прадеда воевали. Ну, что там воевал мой дедушка, еще один дедушка. И что они в безвости просто пропали. Если бы не они, нас бы сейчас не было. И, может быть, даже война бы еще продолжилась. И люди бы погибали. И нас бы не было здесь. Потому что, если бы не те солдаты, нас бы сейчас, наверное, даже и не было. И вся страна была бы завоевана фашистами. Ненецкий округ в акции «Урок Победы. Бессмертный полк» принял участие впервые. Длительные выходные – повод для отдыха на природе. Сотрудники МЧС по Ненецкому округу предупреждают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Так, разводить костры и устанавливать мангалы разрешается не ближе 50 метров от строений. Также не рекомендуется полить в городе мусор. Перед началом своего мероприятия нужно подготовить территорию, убрать там сухую траву, сухие ветки, мусор различный. Ну и также смотреть по погоде. У нас сегодня достаточно сильный ветер. То есть для огня ветер – это очень хорошо, так скажем. Для нас плохо, потому что может куда-то уголек, искру задуть, залететь. Также у нас весенний период связан с уборкой мусора. Это особенно касается частного сектора. То есть собирают мусор, большую кучу, и сжигают его. Это также делать мы не рекомендуем, потому что часто мусор остается без присмотра, догорать, дотлевать. И это уже несет определенную опасность. Несоблюдение правил пожарной безопасности может повлечь непоправимые последствия, а также административный штраф и уголовную ответственность нарушителю. Такова информационная картина этого дня. Завтра на нашем канале смотрите прямую трансляцию с площади Марацей, где пройдут мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Начало трансляции на телеканале «Север» и на нашем сайте www.trk.sever.ru в 10 часов 50 минут. А в 18 часов вы увидите специальный выпуск новостей. Его вы можете посмотреть и в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Добавлю, что группа доступна не только зарегистрированным пользователям социальной сети. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...